дорогие друзья добро пожаловать на мой канал вот они летние всходы села я семена 14 июля сегодня у нас 13 августа как все происходило в этом посеве немножко сейчас расскажу своего опыта что получилось покажу каждый контейнер и при вас одну коробочку уже нужно будет распекировать я ее покажу распекирую так я же экспериментировала снова и поставила все на естественный свет всходы не появлялись две недели то есть две недели не было ничего совершенно грунт очень быстро подсыхал я сбрызгивала также не там осталось немножко этого разведенного привикура и я сбрызгивала им водой и им тоже водой и им тоже чтобы была влажность в грунте ну когда уже не появлялись сходы а я-то знаю что они появляются на седьмой день все я переместила под лампы то есть круглосуточное освещение было расстояние до лампы примерно 10-15 сантиметров 10 это будет лучше то есть поднять под лампу контейнер и буквально они там через три дня на 18 день они начали у меня всходить вот сейчас этим посевом 30 29 дней 29 от момента посева так что происходит вот в каждом контейнере вот такой получился запуск не смотрю что еще вот прям сейчас поближе поднесу вот она идет еще семечко вот здесь вот прорастает поэтому здесь я выберу сейчас крупные и уже их распикирую в еще один контейнер такой же а этим малышам еще дам подрасти здесь немножко потому что пикировка производится когда уже вот четыре этих листика есть и они уже довольно таки крепкие даже вот такое состояние тоже уже можно попикировать а вот это маленькое еще оставить здесь и вот что происходит на естественном цвету грунт быстро начинает зеленеть поэтому лучше проращивать их под лампами так все быстрее происходит так с каждую коробочку по быстренькому покажу вот они все всходы все появляется малыши карандаши будем сейчас пикировать и это обязательно нужно вот месячный считая возраст от момента посева и уже такое состояние нужно обязательно распикировать дать им подорвать корешки они там тоненькие как волосинки вот здесь получилось поменьше потому что нужен нужен этот круглосуточный свет все равно я этим довольно все всходит все замечательно всходит здесь тоже вон они только-только начинают запускаться то есть ждем тридцатый день и вот они только некоторые начинают там прорастать уже вот состояние когда спрашивают когда поливать вот я уже вижу участок что он подсыхает и здесь нужно немножко сбрызнуть беру пульверизатор и сбрызгиваю чтоб верхний этот слой где семена расположились эта коробка у меня вообще упала по неаккуратности ничего вот прорастают все это мы сбрызнули все 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 я покажу вот сходы появились сейчас да вот крепкие тут уже можно взять и попикировать так все 6 вот совсем сухо уже видно прям сухо им нужно сбрызнуть добавить в этом контейнере пока брать ничего пусть они также сходят и растут закрою плотно потом все же многие получили мои семена и у них зашли они быстрее чем даже у меня ну что-то это был эксперимент нужно же посмотреть и подсказывать потом можно ли просто естественный свет для проращивания нет не можно нужно подсветку делать так еще один и все у меня были семена я посеяла вот здесь прям уже большие сходы нужно этим моментом вовремя заняться если долго не пересаживать ничего то в этих контейнерах они долго будут вот в таком состоянии нужно обязательно им пикировка и сейчас один вот этот контейнер семена у меня сейчас есть девяти опылений махровых поэтому по всем вопросам приобретения пишите мне на ватсап ссылка будет под видео а также я закреплю комментарии чтобы вы могли по ватсапу со мной связаться либо в соцсетях в одноклассниках в контакте и в инстаграме вот эту мы возьмем и сейчас ее вместе с вами распикируем снова я набрала свой любимый агробалт уже он пушистый просто вот шикарный грунт если вам он нужен на пробу вы не можете там его приобрести нигде эту я сейчас отправляю почта и от 5 литров тоже по всем вопросам можете мне написать я с удовольствием вам отправлю хотя бы для сравнения вы поняли что как в нем все шикарно растет и быстро потому что серия уже весеннего посева есть как там все быстренько растет и замечательно все есть так здесь я набрала чуть побольше половинку где-то и начнем эту пикировку глоксинии очень-очень тонкие корни там волосинки буквально и поэтому необходим пушистый грунт посмотрим на эти волосинки вот их их даже вот они начинаются там мелкие-мелкие поэтому нужен пушистый грунт чтобы она быстрее там расправлялась и росла шла у нас в рост возьмем кормить их в этом состоянии еще не нужно потому что вот мы снова даем им силы в новом грунте там есть питательные вещества и до следующей уже следующая уже пикировка будет у меня в рюмочки 100 миллиметровые опять будет свежий грунт и добавлять еще удобрения тут даже не успеваешь они сами начинают там быстренько запускаться и расти активно ой совсем упала и перевернулась ничего поправим конечно я беру вот с частицей этого грунта и пикирую все такое маленькое меленькое тут еще можно взять сейчас мы вот так побольше возьмем кусочек ага ну попикировать необходимо чтобы не тронулись в рост потому что уже тут питание уже маловато им будет и плюс от этих поливов уже немножко уплотнился грунта нам нужен снова этот пушистый слой даже такую маленькую зацепила она будет расти вот эта малюшка еще одну что тут нам еще можно взять вот у которых уже четыре они буквально вот миллиметра четыре в этом диаметре все уберем а совсем маленькие пока оставлю уже конечно при пикировке нужно размещать их где-то на расстоянии там 3 3 4 сантиметра друг от дружки потому что они они сейчас быстренько начнут расти и уже будут смыкать и забивать друг друга так что вот эту возьмем все поправляем и немножко нужно полить вот попал там где-то грунт да можно сбрызнуть тихонечко чтобы они там зафиксировались и грунт немножко смыть с листиков грунт слегка был увлажнен поэтому сейчас я вот буквально там этот верхний слой смочу завтра обязательно посмотрю потому что под лампами все это все равно греется и нужно производить поливы а завтра уже я пролью получше со своей дудочкой дудочка сниму для вас обязательно видео как сделать потому что и снова поступают эти вопросы у нас не получается сделать дудочку сниму вам такое видео все это я сейчас возвращаю снова под лампы под круглосуточное освещение чтобы быстрее там все у меня происходило нужен нужен свет дополнительные чтобы пошли всходы и росли у нас быстренько этот контейнер где у меня остались совсем малюшки я пока оставляю и пусть они у меня там подрастают тоже возвращаю под лампы этот накрываю плотно и тоже под лампы идут вот в принципе такой момент что нужно не бояться сеять все всходит нужно дожидаться обязательно и делать подсветку рыхлый грунт подсветка и все у нас всходит поэтому с этой подсказкой уже можно не бояться и смело выращивать глоксинии из семян также буду дальше освещать как там все происходит потому что столько вопросов поступает что там с вашими глоксиниями как посевы как что вот я никуда не прячусь просто случился непредвиденный но долгожданный ремонт немножко и работы основной очень много почти 30 вещей пришлось в июле мне изготовить и отдать и вот также и уход за цветами полив пересадки подкормки все я никуда не прячусь не ухожу я вместе с вами и всегда на связи всем удачного выращивания пышного цветения и до новых встреч дорогие друзья подписывайтесь на канал мастерская фиалки и ставьте лайки нам очень приятно